доброго времени суток многие мои подписчики укоряют меня в том что я не говорю о дозировках я не говорю о том что вам конкретно надо делать что я даю занятия до на занятиях рассказываю что то и потом не поддерживаю связь со своими людьми я вам объясню в очередной раз с чем это связано все те люди которые смотрят меня и занимаются по той методике о которой я говорю и которую лично я сам веду они все прекрасно понимают что нужно самому разбираться во всем аркадий может открыть дверь зайти в нее и двигаться дальше вы можете только сами те трудности которые мы прошли с насти говорят нам о том что это титанический труд это тяжело если вы решились это делать то вы сами тяжело должны это делать никто помочь тут не может я не могу помочь настя а когда я тяжело болею и когда у меня кризис и настя не может помочь мне однако мы добились огромных результатов вряд ли я считаю я раньше этого никогда не говорил я никогда не считался исключительным человеком я всегда считал что ради бога давайте не будем говорить о том что мы что-то знаем потому что мы ничего не знаем я могу сказать одно за шесть лет создание канала мы списывались различными людьми где угодно с целителями из южной кореи с мы мы общались из австралии мы общались с америка и мы общались с голландией мы общались с чем угодно да но мы не нашли людей которые делают то что делаем мы а те эксперименты которые я проводил над собой это связано из полом в половой сфере и на на по артритным явлениям я думаю никто в мире просто-напросто и не делал поэтому я имею право проводить занятия я имею право говорить о своем опыте потому что этот опыт подтвержден 35 годами тяжелом работ но при этом все я хочу вам привести пример как надеяться на того же клиента да будем так говорить с которым вы работаете что он будет делать то что вы вы ему сказали это что он вам там поклялся и борьба жился бился головой об косяк и говорил что аркадий владимирович я буду это делать вы сказали я буду это делать сто процентов нет мои дорогие это неправда у меня была пациентка в израиле русскоязычная наша достаточно умная женщина она была ректором даже кажется какого-то университета там я не помню в днепропетровске или где-то то есть она была абсолютно и не совсем старая чтобы сказать что она бабушка еще у нее амнезия и паркинсон нет она все понимала она абсолютно четко она мне заплатила за занятия и она сказала ярко я буду делать я а у нее была дочка а я был еще тогда молод а дочка была очень даже ничего и я к ним захаживал не никого не пациентки своей а именно к дочке я захаживал мне было интересно мы общались она мне нравилась да то есть я там появлялся и в один из прекрасных дней я появился там и заглянул поздороваться со своей пациенткой я не помню как ее зовут ну давайте назовем его кладби ефимовной да я говорю кладби ефимовна здравствуйте она мне здравствуйте иду я вижу что она испуганная и и я читается да потому что я белый энерготерапевт как бы по призванию думаю что такое и смотрю она против нее стоит телевизор если вы помните раньше были стойки такие доставил телевизор ниже стоял видеомагнитофон что там еще стоял на настя до тумбочка какая-то было и и оттуда дым идет понимаете да идет дым я говорю у вас телевизор там дымит она горит ничего не дымит ну понимаете да мой характер как я вижу что дымит она горит что не дымит о я не буду долго вам рассказывать я просто-напросто пошел туда и вынул из-под вот этой вот миску с пельменями понимаете она мне давала честное слово что она не я или очень люблю пельмени я же не против пельменей понимаете да но она мне давала честное слово что она никогда в жизни больше пельменей будет не будет кушать потому что она поправляется да и так далее и так далее ну что вы же не ну я же вам дала слово но вы же понимаете да я же не враг самой то есть она так аргументированно говорила, что она все делает для того, чтобы... Вот такая ситуация, понимаете, да? Она испугалась меня и засунула тарелку с пельменями, значит, туда они горячие, соответственно, парили, да, и так далее, и так далее. Поэтому доверять о том, что тот, кому вы дали совет, предположим, не кушать булочку, где-то в подъезде не будет эту булочку тискать, предположим, там щипать и есть как бродячая собака, понимаете, да в чем дело? Нет, 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 не надейтесь, не давайте никому советов не будет. Зато претензии потом к вам, вот вы дали совет, а у меня ничего не получилось, а не получилось по двум проблемам, причинам. Первая причина, это то, что нет знаний. Вторая причина, ни одна болезнь не пройдет у вас за месяц или год. Нужно очень тяжело работать. А во многих книгах, на которых даже я воспитывался, полная и стопроцентная бредятина. Я помню, как один из целителей таких, вообще, я не помню, кто это был уже, это сам говорит, вот у меня была проблема с мочевым пузырем, типа очень мало там помещалось, да, я часто ходил в туалет, но я, значит, начал пить там какой-то корень лунного камня и так далее, и так далее, да, я утрирую уже. И буквально за неделю у меня целый литр помещался. Это ложь, во-первых, литр не помещается, если уже на то пошло, да, но за неделю, за пять лет ничего не получится, скажу вам более того. Поэтому будьте вот тут вот осознанны и не верьте никому, верьте только себе, потому что все остальные вам расскажут такого, что работайте над собой и будет вам счастье. Субтитры создавал DimaTorzok